Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Янупевненно отримал у роце зброю и не разу вызначався в битвах со шведами, московцами и украинскими казаками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ягоная мужность и разважливость допомогли с часом отрывать булаву полевого гетмана Коронного. А перемога над объединенными силами казаков и татар под падгайцами 6-го кастричника 1667 года принесла Яну Советскому великий аутеритет сирот шляхты. В лютым 1668 года король Ян Казимир надае ему годность великого гетмана Коронного. Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Тому никого не удивило, когда Ягоная особа оказалась сирот претендентов на королевский трон. Великого гетмана подтримали сапеги и ради виллы, и пытание было выражено. 19 травня 1674 года на выборчем сойме Ян Сабески был обраны королем польским и великим князем Витовским. Урочистая коронация отбылася у лютым 1676 года у Кракове. Как и каждый со своих попередников на столице Речи Посполитой, Ян Сабески имкнулся знайсти шляхи узмацненья своей улады и могчимости обмежевать уседозволенность шляхты. Як и каждый со своих попередников, новый монарх, что привык отрымливать перемоги на поле битвы, тут потерпел полную поразу. Ни шляхты, ни магнаты не избиралися просто так отмовляться от своих золотых вольностей. Утворилась мощная оппозиция королю. На наших землях яе отшоливали спачатку паци, а потом сапеги. Одной из головных небеспек для Речи Посполитой по раннейшему заставалась Турция. Первого красавика 1683 года Яном Сабеским была подписана до мова об Хаврусе за Австрией у межах антитурецкого блоку. В том же году Речи Посполитая мусила выконовать свои обязанности. Великая войска турков обклала Вену. Калип раз некольки месяцев турки взяли в облогу Вену на допомогу ее в начале 27 тысячного войска русал великий князь и король Ян Сабеский. Признаючи нашего монарха выдатным полководцем, германский император и немецкие князи доручили Сабескому командовать агульными христианскими силами. Австрия выбрала правильного хаврусника. Кому, як не Яну Сабескому, ведать, яким чином перемагать турецкие войски? 12 вересня 1683 года при уделе войска Речи Посполитой отбылась вядомая битва под Веной. Турецкая орда была разгромленная. Это знакомитая перемога под Веной, над турками, перемога, которая вошла во все европейские подручники, навод Карл Маркс написал, на кольке памятаю, «Крылатые гусары Сабескога уратавали Европу». Так было. Вось. И он ме удачу на поле битвы, ян Сабеский, але не мог переламить, перерабить краину. Это вот поравнание, например, с Казимиром Вазой, с Вишневецким королями. Это были обычными людьми и закончили, как обычные короли. Это прославился король Ваяр, который, однако, в одиночку направить державу просто не был в силах. А сам Ян Сабеский, что покутывал от недомоганья сердца, не в забаве занедужил. 17 червеня 1696 года мужный вояр, оборонца своей краины, король и великий князь Ян Сабеский, помирая. Не за долго до смерти, над ним соймов, король у распачи предказав не счастье краине, якая не можа выкарастать перемоги у войнах за постоянной боротьбы за владу помеж групповками и супраць короля. Тогда еще никто не видел, что не счастье ты я уже вельми близкие. Туристы из Беларуси часто бывают в Львове. Я раю в таких вандровках знайсти полдня для вандровки с Львова у местечка Олеска, где народился Ян Сабеский. В этой зуме у вас всего несколько дней, зато вы увидите Олеский замок, который памятает детские годы Сабеска. Вы увидите интерьеры того времени, вы увидите копию картины «Битва под Веной». Ну и до всякого иншого, варто згадать, что минавита у Олеским замку отбывалися здымки фильма «Дякое поливання короля Стаха». Субтитры создавал DimaTorzok